В продолжение коммунальной темы, оказалось бы счастье так близко. Жителям девятиэтажек по улице Ленина, 52 А и Б с нетерпением ждали этого дня, когда наконец-то в своем доме они будут без затруднения подниматься на нужные этажи своей высотки с помощью лифта. Но бюрократические правила требуют строгой последовательности и отчетности. Наталья Распутина продолжит. Напомним, жалобы жильцов на долгий ремонт подъемного оборудования достигли своего апогея. Однако, нам удалось выяснить, что лифтовое оборудование было установлено в срок и пришло все необходимые процедуры. Они были заверены подписями представителей управляющей компании и фонда капремонта в присутствии подрядчика. В обещанный день ответственные лица проверили технику. В данный момент лифты проверены, лифты в рабочем состоянии, замечаний у обслуживающей организации, у фонда, у строй, контроля нет. Жильцам новинка понравилась. Лифт превзошел все ожидания. Кабина оснащена зеркалами и музыкальным сопровождением, а также датчиками, которые сообщают о перегрузке. Кроме этого, на первых этажах установлен индикатор для наблюдения за передвижением кабины лифта. Новая техника имеет серьезный срок гарантии, заверили жильцов. Есть и гарантийные обязательства, как у подрядчика, это 5 лет, так и у завода-изготовителя, это 3 года. То есть, если какие-то поломки случаются, подрядчик выезжает, устраняет, точно так же и завод-изготовитель. Несмотря на это, подъемник требует бережного обращения. Не каждый житель многоэтажек знает, что иметь лифт – это удовольствие дорогостоящее, особенно, когда требуется его замена. Однако, как показала жизнь, все можно решить в рамках капремонта. Замена оборудования стоит почти 2,5 миллиона рублей. Фонд капитального ремонта Пермского края пришел на помощь жильцам. Эти средства взяли из общего котла капремонтом. Сейчас вот отремонтировали лифты, заменили в двух домах города Кунгура, вот как раз потому, что они на котле и лифты уже нуждались в семье. Это предусмотрена программа. Да, замена лифтов была предусмотрена программой. Основная работа сделана. Кабины готовы перевозить пассажиров. Но механизм бюрократической машины оказался медленнее ремонтников. Сейчас осталось получить одобрение Ростехнадзора. Это может занять несколько дней, в течение которой жильцам все же необходимо будет ходить пешком.